Ранним сентябрьским утром ничто не предвещало беды, пока неожиданно в раскрытую парадную дверь не забежал здоровенный волк. Весь персонал больницы и посетители в ужасе вжались в стены. Лишь юная медсестра Эмили, которая постоянно ходила в лес со своим отцом и не раз встречала там диких животных, смогла взять себя в руки и заметила, что хищник держит что-то в своей пасти. Присмотревшись, девушка увидела, что это маленький волчонок. Вот только непонятно, зачем волку рисковать своим малышом, появившись в месте большого скопления людей. Пока престарелый охранник вызывал полицию и помогал эвакуироваться самым старым и слабым посетителям, Эмили решила взять дело в свои руки и смогла заблокировать хищника вместе с санитарами, перекрыв доступ в основную часть больницы. При этом девушка стала догадываться, что волк появился здесь не случайно, ему нужна была помощь людей. Эмили позвонила своему другу Дэвиду, специалисту по охране дикой природы, и описала ему ситуацию. А приятель в ответ сказал, что он уже выезжает на место и попросил его дождаться. Эмили согласилась, глядя при этом через стекло на большие желтые глаза волка, которые, как ей показалось, были наполнены болью и страданием. Через несколько минут снаружи раздался вой полицейских сирен, которые заставили хищника протяжно заскулить и броситься обратно в лес. Эмили была полна решимости помочь несчастному животному, при этом Дэвид все еще был в пути, и девушка отважилась на безумный поступок. Она побежала за ним. Хищник заметил девушку, казалось бы, был рад этому, но при этом настойчиво двигался в определенном направлении. Эмили осторожно следовала за хищником, но старалась слишком близко не подходить, беспокоясь, что волк пытается заманить ее в ловушку. Так, необычная парочка прошла несколько сотен метров, когда за спиной девушки неожиданно раздался знакомый голос. Эмили обернулась и с радостью увидела запыхавшегося Дэвида, который, обнаружив, что подруга внезапно пропала из больницы, и прекрасно зная ее смелый характер, тут же бросился на ее поиски. Волку явно не понравилось появление мужчины, и он грозно зарычал из кустов. Тогда Эмили подошла поближе к приятелю и обняла его, давая понять животному, что этот человек не собирается причинять ему вред. Немного успокоившись, волк продолжил путь, а парень с девушкой старались от него не отставать. Через некоторое время ребята вышли на большую поляну, посередине которой они увидели глубокую яму, явно вырытую людьми для неизвестных целей. При этом волк стоял на другом конце поляны и тоскливо смотрел прямо на глубокое отверстие в земле, будто пытаясь этим что-то сказать людям. Ребята поняли, что ответы на их молчаливые вопросы, скорее всего, находятся на дне ямы. Они нашли рядом старую веревку, которую оставили люди. Дэвид привязал один конец веревки к стоящему поблизости дереву, а другим обвязал себя и начал осторожно спускаться на глубину, в то время как Эмили осталось дожидаться его наверху. Добравшись, наконец до самого дна, мужчина услышал жалобный писк, а подсветив себе путь фонариком с телефона, Дэвид с удивлением обнаружил на дне ямы четырех ослабших и дрожащих от холода и страха волчат. Мужчина без раздумий подхватил всех детенышей и с помощью спутницы выбрался на поверхность. Здесь Дэвид и Эмили наконец все поняли. В тот день в больницу пришла волчица с волчонком в своей пасти в поисках помощи, так как остальные четверо ее детенышей по трагической случайности упали в вырытую людьми яму. Ребята осмотрели волчат, которые были сильно напуганы. Обошлось без травм. Мужчина с девушкой отнесли малышей подальше от ямы, чтобы они вновь не провалились туда и осторожно удалились, позволяя беспокойной матери наконец воссоединиться со своим потомством. Люди некоторое время наблюдали за лохматым семейством из кустов, чтобы не нервировать волчицу, а убедившись, что все волчата здоровые, с огромным аппетитом пьют мамино молоко, вернулись в город. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Не пропустите новые, интересные истории о животных.